Работает ли компания над какими-либо коммерческими проектами? У нас очень много ноу-хау. Мы только поверхностно, одним глазком. Под грифом секретности, да. Вообще ушли с рынка. Основной коллектив мы сумели удержать. Как все начиналось в момент 2014 года? На темп нашего развития он не сильно повлиял. У вас есть новые достижения по итогу 2020 года? Не всех сотрудников я уже помню по отчествам. Какой вы видите вашу компанию через 5 и через 10 лет? Надежда Геннадьевна, приветствую вас. Так случилось, что мы приехали к вам в гости в очередной раз. И были приятно удивлены теми изменениями, которые произошли в компании. Это даже видно сразу внешне, потому что мы приехали в новый офис, который очень масштабный, очень большой. Мы вас с этим поздравляем. Спасибо большое. Но мы всегда стараемся чем-нибудь удивить. Потому что наша работа не только конструировать, но еще и давать хорошие новости и положительные эмоции. Это у вас хорошо получается. Стараемся. Я бы хотел нашу беседу начать с такого очень интересного момента. Вы на протяжении многих лет очень плотно, причем к плечу, помогаете Анатолю Эдуардовичу. И тот офис, который есть сейчас, тот масштаб компании, это достаточно большое достижение. Но хотелось бы узнать, помните ли вы те моменты, как все начиналось в момент 2014 года, 2014, 2015 год, 2016 год, когда формировалась первая команда в вашей инжиниринговой компании. Вот помните ли вы тот первый офис и какие этапы вы прошли, так скажем, становления до момента, на котором находитесь сейчас? Да, конечно. Первый офис у нас был в Минске на улице Замковой. У нас был один этаж, причем достаточно небольшой. Там здание совсем маленькое. И там сформировался костяк нашей инжиниринговой компании. И сейчас очень многие сотрудники, которые пришли еще в 2014 году, они продолжают работать и продолжают очень успешно выполнять задачи, на которые именно пришли и на которые мы их взяли. Но иногда бывает так, что командой намного меньше можно сделать намного больше. И мы, совершенно маленькая команда, очень быстро подготовились к первому инотрансу в Берлине. Мы за три месяца сделали первое транспортное средство, причем не макет, не игрушку, а абсолютно действующее транспортное средство. Это был промышленный образец? Промышленный образец, конечно. Мы его продолжаем дорабатывать. Мы на протяжении пяти лет, мы все равно продолжаем дорабатывать. Мы находим какие-то новые, совершенно эксклюзивные решения. И это не должно останавливаться никогда. Мы поменяли несколько офисов в Минске. И, наконец-то, мы обрели сейчас свою площадку, в которой мы сейчас с вами находимся. И эта площадка, она не только сейчас полностью удовлетворяет всем нашим потребностям, но еще нам дает возможности роста как минимум на два года вперед. То есть заложено основание на перспективу дальнейшего развития масштабирования. Надежда Геннадьевна, правильно ли я понимаю, что все здание, в котором находится сейчас инжиниринговая компания, полностью принадлежит компании? Да, конечно. И все офисные помещения используются только вашей командой? Или еще другие компании присутствуют на территории? Нет, мы используем только для нашей команды. И для нас, например, всегда была проблема, когда мы были на съемных помещениях, потому что у нас очень много ноу-хау. Очень много секретных разработок, на которые мы бы все-таки хотели накладывать такое, знаете, ну я бы не сказала темное покрывало, но тем не менее. Под грифом секретности. Под грифом секретности, да, накладывать гриф секретности. И когда в здании или же на территории находятся еще другие компании, ты не всегда можешь быть уверен, что абсолютно все защищено. Притупляется бдительность. Ты где-то видел этого человека, вполне возможно, что он может зайти спокойно в кабинет, и ты не всегда обратишь внимание, что это кто-то чужой. Когда мы находимся здесь сами, мы сразу чужаков видим издалека. Хотя нас уже очень много, и могу признаться вам честно, не всех сотрудников я уже помню по отчествам. По именам практически всех, но вот по отчествам уже не всех помню. А какое количество сейчас сотрудников вот в данный момент в инженерии новой компании? Ну, вы же знаете, прошлый год был достаточно тяжелый, и мы немножко переформатировались в новом году. У нас произошли изменения и в структуре компании, да. Поэтому сейчас численность 650 человек. Мы немного потеряли в сложный год, в 20-й. И я считаю, что это очень хорошо. Мы основной коллектив, мы сумели удержать. Однозначно, это очень хороший показатель, поскольку, если мы возьмем в целом мировую ситуацию, которая, так скажем, в 20-м году коснулась больших компаний, многие не только не выдержали кризиса, а вообще ушли с рынка. Что касается компании UST, вы не только достойно пережили кризисный период, но еще и шагнули вперед. У вас есть новые достижения по итогу 20-го года. Да, конечно. Очень далеко вперед мы шагнули. В рамках инжиниринга, в рамках сертификации, в рамках строительства. И здесь я могу сказать, что 20-й год, может быть, немножко замедлил и дал возможности более педантично подойти к задачам и более серьезно в них разобраться. Но на темп нашего развития он не сильно повлиял. Это очень здорово. И хочу отметить, это, думаю, мнение многих сторонников технологии UST, то, что очень профессиональный подход, когда есть кризисные ситуации, оптимизировать те или иные процессы. И вы это очень профессионально делаете, что нас, как сторонников, наблюдателей со стороны, как развивается компания, очень радует. Что касается безопасности, я хотел от себя лично тоже сделать такую ремарку. нас очень впечатляет то, что на территорию как производства, как на территорию экотехнопарка, и в том числе и офиса компании, просто так не попадешь. Вход по отпечатку пальцев. Даже если ты попал на территорию, и ты хочешь, например, пообедать в общей столовой, которая находится на территории офиса, ты тоже туда просто так не попадешь. Это очень, так скажем, показывает профессиональный подход, и то, что компания действительно следит за безопасностью. И показывает то, что компания ценит то, что она делает. Да, мы в этом плане очень много усилий прикладываем как раз-таки на сохранение вот этой вот внутренней безопасности наших сотрудников. Вы сказали, что первый коллектив был очень небольшим. И за это время вы выросли почти до тысячной компании, да, с таким вот коллективом. Скажите, вот в данный момент в компании работают только белорусы, или есть и представители других стран? Очень много людей из России, из Украины у нас работают очень много людей, белорусы, ну, из Казахстана люди. То есть, в принципе, все специалисты стран СНГ, они у нас присутствуют. И мы не можем говорить о том, что, допустим, только белорусы могут закрыть все потребности. По металлоконструкциям самые лучшие специалисты, они остались в Украине, да, потому что очень много заводов металлоконструкции именно было в Украине. Поэтому специалисты оттуда нам нужны как воздух, и они к нам приезжают, и они занимают очень хорошие позиции в компании, и очень хладотворно работают. Если брать белорусов, очень хорошие машиностроители. Если брать россиян, у нас, например, расчетчики, которые считают конструкции, очень много россиян, потому что там была очень хорошая школа, были хорошие университеты, где они учились или же работали, да, то, что связано с мостами, вот, и с вот этой вот отраслью. У нас очень такая многонациональная компания, и мы всегда говорим о том, что неважно, откуда приехал человек, главное, какой он специалист. Надежда Геннадьевна, а какие бы вы выделили основные направления вашей компании, которая вот реализовывает такая большая интернациональная команда? Направлений на самом деле очень много, но крупных давайте выделим пять. Это проектирование зданий и сооружений, в которые входят анкерные опоры и промежуточные опоры, и депо, и вокзалы, все, что связано именно с инфраструктурой. Есть проектирование путевой структуры. Это отдельное большое направление, потому что там очень много вариантов и очень много сложных узлов. Узлы анкерения. Это достаточно сложные узлы, потому что приходят очень большие усилия, которые нужно правильно распределить, правильно рассчитать, чтобы это, как говорит Анатолий Дарвич, мы строим транспорт на 100 лет. Однозначно так и есть. Нам нужно очень хорошо и серьезно к этому подходить. Есть конструирование транспортных средств. Это тоже очень большое направление. Там работает очень большая команда, и они занимаются очень такой интересной задачей. Не только усовершенствуют те транспортные средства, которые у нас уже есть, существуют и ездят, а плюс еще ко всему они придумывают и новые концепты, и новые варианты транспортных средств. Поэтому у них задач очень много, и все они очень интересные. Есть отдельное направление, как автоматизация и путевой структуры, и транспортного комплекса. Это тоже очень сложная задача, и мало компаний в мире, которые сами разрабатывают именно автоматизацию. Здесь мы говорим о том, что должно не только транспортное средство полностью управляться и быть безопасным в движении, но еще и транспортный комплекс, который принимает это транспортное средство. Плюс транспортный комплекс подразумевает под собой вокзалы, в котором происходит очень много скопления людей, могут возникать нештатные ситуации. И всем этим надо правильно управлять, и правильно рассчитывать и нагрузки, и передвижения, и логистику, и все остальное. То есть мы это делаем тоже внутри компании сами. И еще одно такое немаловажное, наверное, направление – это сертификация. Сертификация как транспортных средств, так и транспортных комплексов, систем управления и всего, чем мы занимаемся. Поэтому я бы выделила вот эти пять направлений. Я думаю, у нас будет такая возможность с руководителями этих направлений отдельно пообщаться. И думаю, что наша аудитория будет интересно услышать, как это все реализовывается в деталях. Я уверена, что они смогут дать очень много интересной информации. Но могу сразу сказать, что эта информация будет очень хорошо просеяна, для того, чтобы ненароком не вышло каких-нибудь секретов очень важных наружу. Мы четко понимаем, насколько конфиденциальна данная информация. Поэтому мы только поверхностно, одним глазком посмотрим и услышим, как это все происходит. Конечно. В данный момент работает ли компания над какими-либо коммерческими проектами? Мы тоже понимаем моменты конфиденциальности, без имен, как говорится, без стран, без регионов. Но в целом присутствуют ли такие сейчас заказы, которые носят коммерческий характер? Да, конечно. Я могу сказать, что у нас сейчас в работе находятся два коммерческих предложения, которые, я думаю, будут реализованы в ближайшее время. И несколько проектов сейчас находятся в стадии подписания. Здорово. Это очень приятно радующие новости, как для сторонников технологии, так и для тех людей, которые в целом наблюдают за ее развитием. Я заметил, что у вас очень молодой коллектив. На самом деле очень много таких молодых, амбициозных ребят, наверное, 30-35 лет. Ну, средний возраст где-то 33-37, вот, средний возраст компании, да. Вот в связи с этим хотел задать такой вопрос. Есть ли у вас система мотивации в вашей компании? Если есть, то какая? Система мотивации – это очень сложная вещь. И внедрить ее в компанию, с одной стороны, и очень легко, потому что ты понимаешь критерии, как оценивать сотрудника, понимаешь, что ты хочешь от него увидеть. Но система мотивации в какой-то степени убивает возможность творить. А так как сейчас мы занимаемся инновационным все-таки продуктом, и вот эта вот возможность что-то придумывать, фантазировать и так далее, она не может работать вот именно в каких-то рамках. И здесь мы очень четко делаем градацию. Конечно, у нас есть много должностей, которые могут работать в рамках. Ну, скажем так, менеджеры по уборке помещений. Они просят себя так называть, и мы прекрасно понимаем, что по-другому не получится, потому что мы хотим сидеть в чистых помещениях. Там можно четко выстроить систему мотивации, и мы четко видим параметры, как это оценить. Если в кабинете чисто, значит, сработано хорошо. Если грязно, значит, плохо. Но когда человек что-то придумывает, здесь уже подходить с какими-то рамками невозможно. Потому что он может два дня ничего не делать, и мы будем думать, что он сидит и ничего не делает. А мысль в этот момент очень хорошо работает. И потом он за пять минут выдает такие решения, которые бы мы никак не смогли его заставить, занимаясь каждый день какой-то вот определенной рутинной работой. Поэтому здесь мы очень гибко подходим и к оценке результатов, и плюс еще и к самому процессу. Я абсолютно согласен с тем, что то, чем вы занимаетесь, это абсолютно творческий процесс. И в каждом из направлений, которые есть в вашей компании, это действительно вот такой творческий порыв должен быть у каждого, наверное, вашего сотрудника. Не у каждого. Но у большинства. У большинства. Если прям все будут, каждый будет идейный и порывный, тогда мы, к сожалению, не сможем двигаться вперед. Наверное, самая большая мотивация для каждого сотрудника, в принципе, как и для многих сторонников технология, это сопричастность к великому. Это мое субъективное мнение. Я думаю, что без такого чувства сопричастности к тому, что создается что-то новое, то, чего еще никогда не было, уверен, что именно это мотивирует большинство ваших коллег. Я тоже в этом уверена и могу сказать, что очень много сотрудников действительно являются нашими большими сторонниками. Ответ принимается. Какой вы видите вашу компанию через 5 и через 10 лет? Я все-таки надеюсь, что у нас останутся возможности быть сопричастным каждому абсолютно сотруднику в нашей компании и каждой задачи, которая стоит перед этим сотрудником. Большинство компаний, когда вырастают компания 5000+, там уже, получается, директора немножко оторваны от ежедневной, рутинной работы. И вот этого я боюсь больше всего. Я все-таки хочу непосредственно участвовать в каждом абсолютно решении и в каждом абсолютно процессе в нашей компании. Поэтому я все-таки думаю, что мы сумеем сохранить вот этот вот дружественный коллектив, который вот сейчас у нас есть. Мы со своей стороны хотим вам пожелать такого роста, такого масштаба. И мы глубоко убеждены, что вы с этим масштабом справитесь, потому что первое КБ это было десятки человек. Сейчас это уже сотни, скоро это будут тысячи. И в недалекой перспективе, я уверен, что компания придет к тому, что у нее будет собственный институт, собственный научно-исследовательский центр. И стремительными шагами вы к этому идете, и это будет реализовано. Спасибо вам большое за такие теплые слова. Мы обязуемся не подвести ваши чаяния и надежды. Благодарю. Спасибо большое. Успехов вам. Субтитры сделал DimaTorzok